Моя семья уехала из Трукмении, когда мне было около 13-14 лет. И мы жили в Трукмении очень-очень дружно. Была такая дружная, хорошая семья. Папа занимал очень большой пост, и папа было очень много друзей-трукменов. И я помню, как каждую субботу, воскресенье все с семьями собирались, ездили в горы, собирались на шашлыки, то друзей, то еще что-то. У нас была очень дружная, хорошая семья. Но затем произошло что-то, что отца побудило уехать из Трукмении. Ну, конечно, и мы поехали вместе за ним. И вот когда мы приехали в Украину, все начало разваливаться. Как всегда, у отца была секретарша, которая, мы ее до сих пор называем чернорота-черноглазая, вмешалась в семейные отношения. Ну и, конечно же, мама не выдержала и подала на развод. И отец до конца своих дней говорил, вот если бы она не подала на развод, мы бы остались с семьей. Но из-за того, что она подала на развод, мы всегда папе говорили, говорю, папа, не надо было инициировать это, ну, сейчас скажу, просто это блядство. И, конечно же, ассоциация, когда мы приехали в Украину, была очень-очень неприятная, потому что у нас было трое детей, мы жили достаточно дружно и, ну, как дети. Понятие дружное, это, конечно, там и ссоры были, и драки были. Мы там со старшей дочерью выясняли, со старшей сестрой моей выясняли отношения, ну, как дети. Но тем не менее. И вот мы приезжаем в Украину. Отец поехал первым для того, чтобы здесь наладить быт. Ему давали здесь квартиру, как госруководителю. И вот он поехал первый, и семь месяцев был в Украине. И когда уже приехала семья, то вот уже оказалось, что у нее здесь есть любовница. И вот все вытекающее отсюда. Поэтому у меня Туркмения тоже ассоциируется с чем-то теплым, с чем-то дружным, с чем-то... Вот мама до конца своих дней... Мама умерла в 2010 году, ушла, покинула это. Вот она тоже говорила. Вот дали мне возможность, я бы вернулась в ту Туркмению, в те события, которые там были. Я тоже Туркмению вспоминаю с очень большим теплом, потому что там люди более открытые друг к другу. Когда мы приехали в Украину и вот увидели вот моя хата с краю, и каждый сам себе тянет одеяло, конечно же, первое время было очень много эмоциональной боли. Вот эти, ну, неприятные абжизерские отношения в школах, когда девочки, ну, более как бы сообразительные, тебя там... Вот, поэтому есть, конечно же, что вспомнить о Туркмении. Поэтому...